Всем привет! Ребята, вы на канале Семья на чемоданах. Да-да! Мы сегодня в полном составе! Я вообще-то нет. А ты не в полном составе? Она не словит стабилизацию. Не в полном составе. Мы приехали в Кабардинку сегодня и идём сейчас смотреть корабль Рио всей семьёй. Славик уже был, он ездил на джипе, спускался сверху, а мы хотим пройти по пляжу, пока погода не сильная, жарко, пока она позволяет, да. Кстати, а можно такие купить? Да, кстати, мальчишки-то хотят опять своими очками похвастаться. Будь здоров, точно, Мирон. Точно, будь здоров. Мы идём через кемпинг с скала Кабардинка. Да, называется скала Кабардинка, да. У них такие условия, что если гулять по территории, то 200 рублей стоит, а если пройти к кораблю Рио и к пляжу, то совершенно бесплатно. Вот, соответственно, мы припарковались, здесь открываются вот такие прекраснейшие виды, там какие-то качельки, вообще классное место на самом деле. Просто посмотрите на этот цвет воды, какая здесь красотища. По верху, Настя, как уже сказала, я ходил через верх, добирался, потом на УАЗики мне делали заброску к самому спуску к этому кораблю. Но сейчас мы решили, что нужно попробовать пройтись на море, потому что с детьми всё-таки сверху будет сложновато. Поэтому мы решили просто прогуляться. Погода классная, море штиль, волны нету, поэтому гулять так самое то. Здесь всё вот так оборудовано, видите, очень хорошо, аккуратненько. Да, достаточно крутая лесенка вниз. Если там идти, где я ходил, там никаких лесенок нету, ничего, дикие места. Мы начинаем спуск, на самом деле, действительно, очень крутая лестница. Даже есть табличка «Осторожный камнепад». Сейчас я вам его покажу, но лестница на самом деле всё оборудовано, всё клёво, прекрасно. Так, идти нам отсюда примерно где-то километр. Ну и видно, что люди туда ходят. А я, возможно, сейчас устану и скупнусь. Вода чистейшая. Вы только посмотрите на эту лазурь. Камни вот это вот, видите, лежат? Это они падают. Смотрите, как здесь красиво. Вон собачка купается. Ребята, потрясающе. Нас ждёт удивительная, интереснейшая прогулочка. Сегодня всё посмотрим, правильно, правда. Да, я выбрала самый классный маршрут. Ну? Единственное, что у нас нету рюкзака у Мирона. И я буду его нести вот так вот на руках. Но где-то будем поучить. Не, нормально, детей держи. По очереди. Вот. Но действительно, на самом деле, очень хочется искупаться, потому что уже становится жарко. Солнце выходит, и сразу, наверное, двадцаточка у нас долбит. Видите камушки как? Обваливаются. Отваливаются. А с утра мы замерзли, да? А сейчас жарко. Да. Так, выпуск с Кабардинки, посмотрите. Мы с утра гуляли здесь, по самой Кабардинке. Гляньте, тоже должен вам понравиться. Мне очень нравится вот это явление. Видите? Все скалы мокрые. Я не знаю, откуда берётся вода, но это, конечно, смотрится очень интересно. А ещё целая проблема с мусором. Вот опять намусорили. Возможно, это из-за штормов на мыло, но, к сожалению, никто не убрал. Не, ну убираю наверно. Вот, которые сейчас идут. Это идут все на корабль. Вот я даже слышал, как они говорили, мы идём на корабль, мы идём на корабль. Не бегай, иди ровни. Аппаратно. Тёмка, уходи оттуда, оттуда падают камни. Я же тебе сказал. Уходи, а там опасно. Здесь, на самом деле, очень близко подходить лучше не подходить, потому что даже самый маленький камушек, упавший с такой высоты, может создать огромное количество проблем. Мы разделись, потому что у нас по-настоящему жарко. И плюс идти, кстати, сразу обращу внимание, по вот этим вот камням не очень комфортно. Соответственно, это не просто идти по набережной. Я хочу засечь, за сколько мы дойдём до корабля. Пока выходим сейчас ровно 14.00. Будем идти очень внимательно. Пока меня Настенька подменила. Но, учитывая, что все разделись... Артём, я говорю, возле скалы, близко, не идти. Отойдите вот к пляжу, идите по пляжу. Все разделись, поэтому у меня за спиной, можно сказать, целый Мирон. Возможно, даже побольше, учитывая, что ещё полторашка там воды. Вода здесь чистейшая. Единственное, что в некоторых участках, вот тут мы сейчас проходили, вот эти коричневые воды, они баламутят её, водоросли баламутят воду, и она становится такая, типа, грязноватая. Начала выпасть за здравие, потом маленько вот тут осмял и оставил. Бутылки, да? И страшновато здесь, честно говоря, идти возле таких скал, могу, чуть камни падают, видимо, здесь это как-то не внушает доверия. Маленько страшненько идти, если честно. Надеюсь, будем аккуратнее. Это очень красиво, конечно, впечатляет. Вообще прям кайф. Но немножко страшновато, конечно, ужас. Славик идёт с рюкзаком тяжеленным и с Мироном. В общем, с грузом. Беременная ходила сама везде по таким местам. С пузиком не отстёгивалась. А теперь пузика отстегнулась. И теперь Батоша, Мироша, обалдеть у папы. Кайф. Погода прекрасная. Море и снег. Вот купаться самый кайф. Вот идёшь по ходу, обязательно купаться. Надо освежаться, да? Так, ну что, мы прошли, я не знаю, наверное, метров 200. Смотри, какие шикарнейшие скалы. Вот тут ребята вместе с нами идут прям вдоль скалы. Я им говорю, вы лучше не идите рядом, потому что отсюда всегда падают камушки. И лучше всего идти ближе к морю, держаться ближе к морю. Здесь какой-то постройка какая-то и типа какой-то мини-мини-порт. Сейчас дойдём посмотрим. По этому маршруту мы идём впервые. Я напомню, что я ходил сверху. Делал мне уазик-заброску. Вон сколько канистр. Я вот пока шёл вдоль берега. Ногой всё откидывал, отпинывал. Чё, сынок? Рассёгивай. Смотрите, сколько здесь мусора. Аж это. Аж душа болит. Просто трындец. Да, и какие-то остатки дельфина может быть. Пойдём. Фу, воняет такое, какой ужас. Здесь, видимо, когда сильно море штормит, специально, видимо, вот здесь и построили такую штуковину. Может быть, сюда, конечно, что-то и загоняет. Кто в курсе, точно напишите. Но здесь типа какая-то а-ля база даже стоит автомобиль. Вода тёхлая, нагревается. Конечно. Да я чё. Да смотри, какая там пластика. Чё только нету уже. Ну там и дохлая, что-то. Ну, мусора вот много. Вот вдоль идёшь. Шторм он намывает. Просто трындец. Здесь сверху чьи-то вилы. Вообще шикарные на обрыве с таким видом. А дальше вот он, смотрите, уже торчит задняя часть этого сухогруза. Сухогруза Рио. Надеюсь, получится сделать классные фотографии детям и Настеньке, что людей там будет поменьше. А мы, наверное, с пацанами там где-нибудь искупаемся. В принципе, вода очень чистая. Но местами не очень. Ну местами, да, не очень. Это просто водоросленцы. Вот чуть там раньше вам показал этот корабль. Вроде он так был близко. А мы всё идём и идём, идём и идём. И он так из-за поворота закрывается. Вот сейчас снова стал виден. Здесь, кстати, вот можно заметить, что здесь какая-то техника прошлась и расчистила путь, чтобы люди могли спокойно добираться. Но в принципе, в целом, да, я думаю, что мы больше уже полпути прошли. На самом деле прикольно. До машины доехал, по лестнице спустился. И всё, и спокойненько пошёл. То есть, вот дорога, ну, нормальная. Ты не идёшь, например, вот по таким булыжникам. Камни не скользкие. Шторма нету. Погода прекрасная. Можно взять и спокойненько окунуться, искупаться. О, что здесь за трубы? Какие-то очистные сооружения, что ли? О, смотрите, какие. А может быть, что-то там качают. Так, ребятки мои местные, напишите, пожалуйста, что это за такие напоры. Трубы, получается, идут аж откуда-то сверху. И мощным вот таким вот спускаются в море. Да, я думаю, что это очистные сооружения. Судя по цвету воды, посмотрите. Вот так вот всё сюда. Вот. Вот так это устроено. Да, с детским. Канализация, наверное, Тёмка. Таким вот жёстким напором. Посмотрите, сколько людей идёт обратно. Ну и вы можете, естественно, заметить, что полно детей. Люди идут с детками. Ну и, собственно, мы не исключение. Так, чуть-чуть не успел записать эмоции Артёма. Он идёт и такой, папа, офигеть. Да, действительно, ребятки, это такая мощь. Вы только вообще вздумайтесь. Кто не был, обязательно сюда приедьте и посмотрите на эту красоту. Подарок природы, который подарила кабардинка. Да, Настя? Как тебе? Ну, это не природа. Природа подарила? Ну, штормам, да. Ну, шторм подарил же. Конечно. Что такое-то зайчик? Вообще невероятно. Он огромнейший, ребят. Вот второй раз возле него оказываюсь. И, конечно, дух захватывает вообще. А ещё так, смотрите, на фоне столько таких же сухогрузов в море. Но сейчас штиль. И я думаю, что даже там якорь, который висит, он сейчас никак не бьётся. Идём, видим технику работающую. А вот здесь внизу, вверху, в лесу стоит кем-то, как будто бы, да, какой-то? Я не знаю. Как палатник. Может быть, делают только... Да, а вот лестница. Здесь дороги нет наверх. Вот. Ну и, собственно, что-то делает трактор. Я не знаю, может быть, они готовятся его убирать. Либо что, они чистят. Я не пойму. А может быть, был какой-то завал. Или что. Сейчас его погибают, да? Ребята, наконец-то, я сюда попала. Наконец-то, я сюда попала, да, Мирос? Да. Техника работает. Ну, а ещё какой же он красавец, а? Огромный. Да, ещё пойдём чуть-чуть по морю. А я ещё хочу вам показать, посмотреть, какой красный цвет у моря. Не знаю, что это такое. Но вот в некоторых участках он такой. Интересно, конечно, водоросли, что ли, такие? Как будто бы, я не знаю, как будто там кого-то прибили. Так, дальше у нас будет, кстати, сложная сейчас переправа. Я вижу как... Артёмчик, стой! Артём! Здесь, получается, видите, трактор как-то всё так разровнял. Было по-другому. Вот. И нам надо будет спускаться и идти уже вдоль вот таких булыжников. Конечно, это немножко неудобно. Давай мне его. Давай мне его. Настя, дай мне его. Я забрал Мирончика у Настеньки, потому что мы что-то неподготовленные снова пошли. И Настя надела неудобную обувь. Я иду в кроссовках. Так, Радюшка, не надо. Мирончик, не трогай, пожалуйста. Вот. Видите, какая здесь получается у нас переправа. Вот. А дальше как бы... Родион, палку выкинь, пожалуйста. Артём, подожди. Артём, подожди. Сейчас пройдут, потом пойдём. Мы с Мирончиком дошагали. Так, о, Тёмка тоже здесь уже. А Настенька с Родиончиком ещё идут. Настяка, аккуратно. В общем, слушайте, вот этот участок, конечно, очень сложный. Родион, ой, ай, не обтирайся, смотри, какой ты весь пыльный. Ой, коротик-коротик. Хорошо прошло, да? Ну? Да. Слушайте, сложный вообще маршрут. Ну ладно, видите, люди приходят. А значит, делают себе пикники. Пикники, на самом деле, можно просто обратно пойдём по верхней дороге через трактор, а не и так, как сюда. Ну вот, Артём, давай, делись своими эмоциями. Я рад. Рад? Огромный? Мы же так сюда хотели попасть и думали, что это нереально. Пусть на самом деле не сложно, но и не лёгкий. Мама, вон лодка. Да. Стоишь спасать сюда. Кайф. Вообще, подустали, конечно, но, блин, такой вид. Такая махина, вообще, такой масштаб, да? У кораблика. Представляю, что испытывали люди, когда видели Титаник. Я думаю, что он гораздо был больше этого, да. Но всё равно такую видишь живую. И вообще, дорогого стоит. Дал Настеньке камеру, говорю, снимай свои эмоции. Она говорит, я стесняюсь. Да, вот здесь эта лестница, я тоже говорил, её на самом деле опускают. И можно сюда забраться, там, за какую-то сумму, за тысячу, по-моему. Вот, и вам проведут экскурсию по верхней палубе. Я не знаю, стоит оно того или не стоит. Фу. Так, видимо, экскурсии какие-то здесь ребята проводят. Слушайте, ну, безумно здорово. На самом деле, вот второй раз здесь оказываюсь. Это не передать словами. Каждому рекомендую сюда попасть. Кстати, смотрите, они подняли якорь. Видите, вот эта шишка торчит. Вот она. И что это? Вот это якорь. Его подняли. Когда я здесь был, море волновалось, был шторм. И он стучал, как в колокол. И было слышно вон там, с самого-самого вверх. Представляете? Да, здесь вообще рельеф прям изменили. Я не знаю, зачем здесь всё это делают. Вот так вот как-то. Может быть, действительно его хотят убрать. На пляже. Посмотрите, как много людей. Обалдеть. Потрясающе. Какие ощущения обычно стоят в таком корабле. Ну, иди поднимайся. Косарь. И ты там. Люди, говорю, прикинь, какое чувство испытывали на Титанике, да? Прикинь, люди испытывали здесь, когда я их выкидывала. Как спичечный коробок сюда. Так, ну что, пойдёмте, давайте посмотрим его спереди. Я вот сейчас иду в толпе людей просто. Посмотрите, как здесь всех много. И сейчас я вам прикреплю вот эту фотографию. Как мы её сделали, как будто здесь нету никого. А на самом деле, пляж просто усыпан. Усыпан огромным количеством людей. Ну, летом, я думаю, здесь ещё хуже. Нет, летом не существует. Но фоточку я тебе сделал, как будто ты одна здесь. Я совсем забыл сказать, что шли мы буквально 30 минут. В принципе, быстро, а это учитывая, что мы шли с детьми на руках. И очень-очень медленно. Так что, если вы один или одна, то дойдёте вы гораздо быстрее. А я решил ноги окунуть. Вообще, вода, кстати, потеплела относительно предыдущих дней. Вон, ребятки, носа попкрыпыли. Кто-то сюда приезжает, даже на мотоциклах. Да. Вот такая вот прогулочка у нас классная получилась. Открыли для себя новую тропу, как можно добраться до Рива. Верх показывал, низ мы испытали все вместе в своём, в полном составе. Вы сюда отправляетесь. Главное, берите удобную воду, обувь. Так, сложновато, но берите удобную обувь, водички с собой, перекус. Если вы не обедали, мы пообедали, нам хорошо. Вот, то есть камни идти неудобно, но в таких точно будут какие-нибудь ходите. Вот. Ну и если жарко, можно же и купальник с собой взять, да, если верно? Да, и покупаться. И по кайфу. А лучше на досках прокатиться. Вообще прям круто до корабля. Ну а если хотите, то можете прям вот так вот, как ребята там ползают на самом верху, можете забраться там, свистнуть вас под ним. И там, по-моему, тысяча рублей стоит экскурсия по верхней палубе. Всё, ребятки, мы с вами прощаемся. Отправляемся домой ужинать. Ставьте лайк, пишите комментарии. Не подписались на канал обязательно. Подписывайтесь. Пока. Продолжение следует...